В больницах тоже учатся. День знаний по таким лозунгам прошел в первой детской городской больнице Северной столицы при поддержке правительства Санкт-Петербурга и детского хосписа. Подробности в нашем следующем сюжете. Для маленьких пациентов, чья жизнь состоит из процедур, иногда постельного режима и больных уколов, первый звонок стал настоящим событием. Праздник вторгся в унылую больничную жизнь. По инициативе детского хосписа и при поддержке правительства города подготовили особенную первосентябрьскую программу во всех больницах Санкт-Петербурга. Мастер-классы для ребят провели преподаватели городских домов культуры. Веселый профессор химии продемонстрировал занимательный подход к естественно-научным предметам. Театральные студии «Синтез» и «Подмостки» представили спектакль «Перекаты воображения» по пьесе Алана Экборна «Невероятный Ульзион Эрни». Это рассказ о том, как детские воображаемые образы становятся реальностью. Мне показалось, что именно в больнице это будет звучать правильным образом, чтобы человек тоже здесь, даже мечтал о чем-то, мечтал, что вот он выйдет, и у него начнется какой-то праздник, какая-то другая жизнь. Вот, наверное, поэтому мы здесь и именно этот спектакль сюда привезли. В День знаний детскую больницу номер один посетила вице-губернатор Ольга Казанская в сопровождении директора Санкт-Петербургского детского хосписа протеерея Александра Ткаченко. Они напутствовали ребят на новый учебный год. То богатство, которое там, глубоко в душе, оно приобретается в школе, оно приобретается тогда, когда вы вглядываетесь в этот мир, удивляетесь ему, хотите побольше о нем узнать. Вот сегодняшний День знаний напоминает обо том, что этот мир интересен, и школа поможет вам охватить эти знания и стать тем человеком, который сможет этот мир изменить по-лучшему. Кто-то живет в больничной палате не больше двух недель, а кто-то лечится месяцами. И тогда дружить, гулять, учить формулы и правила приходится, не выходя за территорию больницы. На протяжении 20 лет к маленьким пациентам Первой городской приходит учитель математики Лидия Павловна. Она прошла блокаду Ленинграда, недавно получила звание «Учитель года» и, по ее мнению, проблемы в больничном образовании все же существуют. Третий год, значит, школа сократилась. Сейчас у нас идут просто индивидуальные консультации только на лейкозе, отделение лейкозы, шестое отделение. Хотя, несмотря на то, что и медицинские работники, и родители, родители поднимали этот вопрос, чтобы увеличить количество часов и количество учеников. Но пока на каждый класс, на каждый класс дается один час в неделю. Главврач Первой городской детской больницы Анатолий Каган и вице-губернатор Ольга Казанская делают акцент на дистанционном обучении, которое в будущем будет развиваться. К тому же, как рассказал отец Александр Ткаченко, студенты Педуниверситета Герцена изъявили желание приходить в больницы и как волонтеры заниматься с детьми, чтобы они не отстали от школьной программы. Продолжение следует...